Всем привет! Ну что, вот настал тот день, когда я наконец могу вам показать, что я переезжаю. Допрыгалась со своим аниме разбросанным мусором. Из дома выгоняют теперь твой путь, ниндзя, в деревне скрытой ночлежки. Я, короче, подумала и решила, что мне нужен комод. Вот, собственно, он. А потом я сидела и думала, так, ну у меня же какая-то срань всё время происходит, а вот у меня на футболке, например, это срань. А что если на комоде тоже нарисовать срань? Вариант номер один. Недовольная рожа. Вариант номер два. Моё лицо. Всегда. Ужасно. Вариант номер три. Чувакия, нахожусь в луху, чего альтернативных вариантов. Например, вот этот. Прикиньте, как здесь было бы круто нарисовать эти странные глаза. Икеа освоена. И знаете, сейчас я решила сделать проверку лайфхаков. Это очень классный лайфхак. Даже не проверку, я придумала сама лайфхак. Просто посмотрите на это. Если ты кладёшь пиццу на горячую батарею, то она греется. Он такой факт нифига не работает? Ну когда они работают на трун-трун вообще? Короче, ребята, я решила покраситься. Как до этого до всего дошло, мне надоело быть жёлтой, поэтому я решила бахнуть её радикальный блонд. Не знаю, что будет с моими волосами, но надеюсь, что они будут живы. Смотрите, что сейчас на моей голове. Может быть, я уже ставлю такую стрижку. Я думаю о том, что было бы неплохо быть лысым. Если ты будешь лысым, ты будешь спокойно носить парики, как у Ким Кардашьян. И типа, класс, и никто тебе не будет говорить, что у тебя не два волос, потому что ты можешь говорить, что это лысое. Ну, блин, логично. Нет. Ребят, я хочу оставить жёлтый цвет. На чем? Ничего необычного. Просто лис красится и стрихотся. Ну, как бы, мастер на туалете. Носочки разные. Сейчас вам покажу. Это был льгипед. Только сильно не офигевайте. Во-первых, длина. Это не парик. Вот такие вот у меня волосы тебе сзади. Класс. Меня, конечно, предупреждали о том, что так будет, но когда меня это останавливало? Когда ты туповат. Не делайте этого, говорили мне они. А я сделала. У вас от твоей лице волосы, говорили они. А я всё равно сделала. Блин, это прям выглядит как в аниме. Зато теперь я точно два датьян. Охайо, Омей-чан. Я купила себе балдахину на сайте, который называется Акушерство. Ставлю лайк сайту Акушерство. Осталось развесить блестяшки. Охайо, Омей-чан. Я продумала песню. Акушер, ты меня называла, только вот этого мало. Ты ушла, ты ушла к Акушеру. Нахрена. Ты ушла к Акушеру. Мои песни, они лучшие песни за последние 2000 лет. Так, ребят, сейчас будет немножко Акушерской магии. Гути, шлип, шлак. Пам-пам-пам. Она просто Акушерство в блоти. Я надеюсь, что это будет на камере так же красиво, как я думаю. Потому что на телефоне выглядит без надстойно. Так, я не поняла, а что они синие-то? Они должны были быть не синие, а желтые вообще-то. Так. Так, Блэд. Меня развели. Они должны были быть желтые. Я думала, это пульт. Тут типа будет цвет разный. Они синие. Какого черта они синие? Меня развели. Ребят, это развод. Это хоштег разводное акушерство. Какого черта это все синее? Какого черта это все синее? Вот это было фиаско. Вот только что мне было весело. А сейчас мне грустно. Такие эмоциональные качели. Берем вот эти штуки и суем их в палки. А вот и палки. Я считаю, что вечер проходит потрясающе. Тут можно построить себе клетку и запереть себя в ней. Я не понимаю, почему этот гринь туда не вставляется. Что за бред? Прошло 30 минут. Что это за серая хуэрга вообще такая? Как тебя туда вставить? Прошло еще 30 минут. Я таки смогла вставить. Интересно, парни вообще смотрят мой канал? Потому что если да, я думаю, это вам, наверное, может быть, было бы когда-то знакомо. Но я в этом не уверена, поэтому это вопрос. Ромашка, ромашка, белый лепесток. Хочется верить, что я тут не буду похоронена заживо. Волоса, крышка, воздуха, глазок. Я урод, я урод, все об этом говорят. Я урод, я урод от моего пения. Просто людей уши вянут. И они даже уже не замечают то, насколько я урод. Прошло 30 минут. Лайк. 3.04. Считаю, что я заслужила ночную шабуху. Курица с ирананас. Этот бит качает вас. Курица с ирананас. Короче, у меня возникла проблема. Это не шаурма, которая сделала раздражение на моей коже. Это вот эта вот штука. Видите? Чтобы эту штуку, короче, выкрутить, нужно делать дырку. А мне, блин, нечем делать дырку. Вот эти штуки не делают дырку. И, походу, придется ждать до завтра, выйти покупать инструменты. Потому что я просто не могу сделать дырку. Ну что это за прикол? День номер 2. Кстати, как-то так выглядит теперь мое жилище. Совсем скоро я покажу вам нормальный рум-тур. Но пока мы можем довольствоваться вот этим. Кстати, это тот самый знаменитый футон, на котором я ныла столько времени. И вот мужчина, который теперь со мной спит. Я все еще считаю, что футон это лучшее, что могло произойти со мной. Из этого огромного лежебища, которое между прочим 2 на 2, будет маленький уютный диванчик. Я не понимаю, почему ты в одежде вообще на кровать забрался? О-о-о, а футон, мой футон. Это песня, а тебе мой футон. Футон, ты как будто фараон, но только лучше на тебя можно прилечь славный футон. Такой диван. Конечно, на итоге вчера я уснула в 5 утра. Сегодня я встала в 8, то есть буквально я стопала в 3 часа. А, если учесть то, что я еще не сразу заснула, то считайте, я вообще не спала. Я не уверена, что это лайфхак даже достойный уровня контента Трум-Трум. Не используйте этот совет, не спите 3 часа. Плохо. Я хотела записать бомбящие сторис о том, что лучше бы мне было спать, потом я увидела себя в инстаграме и чуть не офигела, насколько все ужасно. Да, ребят, сегодня я выгляжу еще хуже, чем ужасно. Если вы думаете, что невозможно выглядеть еще более ужасно, чем ужасно, то я выгляжу ужаснее, чем ужасно, бы ужасно. Я наконец это сделала, но на этом мы не заканчиваем. Теперь время, ребяточки. Кастома. Поехали в Леонардо. Ладно, проведу себя в вид нормальный, потому что это кошмар. Прошла за краской. Я вообще ничего не понимаю. Мне сказали, мне нужна акриловая краска. Что это, краска магнитная? Что такое магнитная краска? Не уверена, что мне это надо. Понеси. Малярная лента. Дела приняли плохой оборот, потому что привезли мне, короче, вот эту вот чашку и вдохновила она меня на то, чтобы из этой чашки сделал тут такой же стол. Зачем? Похрен знать, зачем. Маномишка. Маномишка чаши. Потенциальный маномишка чемик. Ребят, если вдруг у меня что-то пойдет не так, а я где-то на 100% уверена, что все пойдет просто по одному месту, знаете, вот по тому самому месту. Вы знаете, в каком месте я говорю? Ваши догадки. В общем, если все будет именно по этому месту, у нас будет с вами влог из Икеи, и я пойду покупать себе новый чемодан. Чемодан с этого дня выглядит так. Произошла реформа комодных словообразовательных форм и с сего момента и отныне вокабуляр иной. Если вы ничего не поняли, поздравляю, вы здоровы. В этой куче мусора я просто безбогно пытаюсь найти карандаш. Я нашла только такой карандаш, не заточенный. А точилки у меня нет. Но у меня есть точилка для карандаша от глаз. Интересно, что будет? I'm beauty blogger mode on. Знаете, здесь надо быть профессиональным художником, чтобы понять, что это неровно. Ребята, я вообще не умею рисовать. Здесь, допустим, начинается эта медвежья хрень. Пусть будет вот так вот. Нос должен быть здесь. Я вот думаю, может, есть смысл остановиться, пока не поздно. Шедевр Пикассо, представляю вашему вниманию, нет, не покупайте, пожалуйста, это никогда. Даже если вдруг я умру и это станет ценностью, запомните, есть вещи, которые становятся посмертной ценностью, а есть, которые мусором. Мусор. Пикассо, пикассо, пикассо. Господи, кого выбрать-то? Вот такую вот шершавую супер-мега кисть по дереву. Валик, которым также можно сделать макияж. О, боже мой! Плохие песни, не слушайте их. Тут еще один челлендж из категории «Сдохни или умри» и достань эту штуку так, чтобы не обрестать все полы. Фу, как воняет. Professional. Ясно. Берем кисть. Мне не нравятся вот эти вот штуки разводные. Все, как по кисти у нас. Я очень надеюсь, что когда это подсохнет, я буду накладывать второй слой, и эти разводы пропадут. Дальше. Я понимаю, что я совершила просто ужасную ошибку. Пипец, какую ужасную. Смотрите внимательно на чашу, чтобы вы понимали рисунок. Как видите, здесь много белых деталей. А вот этот вот сверхразум секси мозг закрасил все черным, и теперь придется белым поверх рисовать. Хотя могла бы просто... Зачем я вообще разлиновывала, если бы все закрасила? Боже мой! Вы можете быть таким тупым человеком? Потому что я когда, я всегда. Два часа ждем, пока высохнет. Так, первая полка с вторым слоем практически досохла, и, честно, мне кажется, что очень даже достойно. И пока все это высохнет, можно придумать что-то... Еще. Что вы знаете о стабильности? Все знают, что у меня есть вот этот вот замечательный розовый стул. И что бы вы думали, я снова заказала себе такое же в новое жилище, потому что все, знаешь, стабильность, да, и тупсы, наверное. Я заказала еще один футон. Теперь я накрыла акушерством футон, и теперь тут такая клевая чилл-зона получилась вообще. У меня теперь два таких круглых футона, и они собираются в огромную круглую кровать. Ога, да! Так что друзья могут резвиться на большой круглой кровати. Ну, вы понимаете? Нет, я тоже не понимаю. Господи, кто познал, как мне страшно. Чтобы вы внимали, я занимаюсь с ним где-то 12 часов. А-а-а! Вот так вот ты покупаешь кружку, а потом из кружки рождается вот это. Такой получился Чимондан. Я трясу какой-то йогурт, или что это, и от шока даже забыла сказать какие-либо слова, поэтому только что были слова, и чемодан таков. Поехали дальше. Ура, медведем, кумам, нядая суковайка. В общем, я решила вдохновиться вот этой вот стеной. Я не знаю, как можно вдохновиться этой стеной, но я и вдохновилась. И сейчас мы с вами будем делать по этому же шаблону стену, только вместо прекрасного мужчины-мечты бабы вот тут будет коровий принт. Ничего не говорите. Как вы видите, в этой комнате осталось уже совсем не так много всего. Какие-то останки моей косметики, буквально останки. Вот это вот потрясающе великолепие. Кстати, если вы не видели видео, когда этого мы дожили, то обязательно посмотрите. И останки меня, потому что это уже даже не остатки. Это буквально останки. А еще я на входе всего этого похудела. Просто смотрите, какая я толстая стала. Нет, ладно, шучу. На самом деле я реально очень похудела. Остались последние самые моменты. И можно будет уже переезжать. И можно будет угандашивать новое жилище. Извините за мою очень стрёмную внешние виды. Я прекрасно понимаю, что я выгляжу отвратительно. У меня немытые волосы. Но я буквально с 1 января целыми днями нахожусь на стройке. Я сплю на стройке. И мне банально негде толком помыть голову. И когда я приезжаю в дом, я просто вскрываю. У меня, честно, не до чего. Поэтому потерпите, пожалуйста. Скоро, я надеюсь, буду не такой всратой. Если вы спросите, как быть такой свиньей, то я скажу вам, что я не знаю. Но однажды, возможно, я выпущу свой чек-лист. Он будет называться «Как стать профессиональной свиньей». Мега свинохряк. И вот оставлю вам ссылку. Обучение будет стоить несколько миллионов рублей. Но пока его нет, он появится все разработки. Так что давайте я просто вам покажу, чтобы вы понимали, с чем вы будете иметь дело, когда приобретете этот бешеный дорогой чек-лист. А я возьму потом деньги и улечу на Мальдивы. Или куда там пафосные дорогие блогеры улетают. Потому что пока что все, что у меня есть, это пыль. Ну, я же сказала пыль. На самом деле, переезжать как-то грустно. Хотя я практически все свои вещи уже перевезла. До момента переезда практически каждый день думала, блин, когда я уже отсюда свалю. А вот когда, знаете, по факту, уже нужно переезжать, что уже стала нервничать. Уже никогда не хочу уезжать, уже нравится. Вообще не знаю, почему мне так грустно. Решила даже накраситься. Это называется накраситься, да. Когда ты просто у мамы бьюти-блогер, и краска у тебя так и сыпется шпаклевкой. Слово шпаклевки, именно этим мы и будем заниматься. Знаете, по отдельности кровь и пятна оказалось гораздо сложнее. Поэтому единственное, что я нашла, это вот такую вот картинку. Я сейчас буду быстро ее фотошопить. Шаг первый. Печатаем. Шаг второй. Все это проклеит скотчем. Я посмотрела на всю эту кучу бесконечных листов, и где-то только я поняла, что проклеивать это все скотчем я не хочу. Шаг номер три. С другой стороны приклеить скотч. Мой кинг на дурацкие кружки вынудил меня купить эту кружку в форме горшка. Знаете, чего это кружка в форме горшка? Сахар. Сахар белая смерть. Золотая чаша золотая, наполняет ароматом чая, дух, в котором счастье обитает. Золотая чаша золотая. Шаг номер четыре. Вырезать. Меня зовут Богдан. Я мамкин хулиган. Это заняло у меня достаточно много времени, но я надеюсь, что результат будет такой же эффектный, как... Кот. А теперь... Было я, Т, мягкий знак. Придется все это убирать. Кот, главное не пописать туда. Ну не надо. Коровьи штучки. Я хотела сказать, коровьи лепешки, но это про другое. Ха! Минутка смешной этой истории. Мы продолжаем кастомизировать жилище, потому что ну вот так жить нельзя. Жилище должно соответствовать своему владельцу, то есть меня полезно. Давайте посмотрим, что сейчас происходит. Вы помните эту стену такую, какую вы сейчас увидите, потому что потом она уже не будет никогда таковой. Кулер. Полгумай, поднимай, поднимай. Да, поднимай. Вот, выше и левее. Я зашла в Instagram. Какая-то девушка у меня спросила, что я скажу своим детям, когда они у меня будут, когда они увидят эту картину. Не будет детей, я не хочу детей. Я уже миллион раз про это говорила. Боже мой, какое безумие. Кстати, а вот так выглядит мой гардероб. Можете посмотреть. А что теперь делать с этим всем-то? Уже видна какая-то логика. Но, как вы видите, ситуация все еще не близка к окончанию. Будет лучше. Продолжение следует...